Для меня ЦСКА Федотова в первых турах самая интересная команда. Я думаю, все, кто смотрел его в Сочи, уже наблюдают очень много схожих черт, убеждаются в том, насколько выстроенной тренерской командой был и Сочи, и насколько здорово эти элементы приживаются в ЦСКА. И как то, что, простите за клише, называется тренерской рукой, может действительно преображать команду. ЦСКА в первых турах выглядит командой, которая абсолютно в каждой стадии знает, что делать. И командой, которая эти стадии активно чередует. То есть короткий розыгрыш, дальний розыгрыш. У них есть очень хорошие переходные эпизоды, где, да, может быть, не так много тренерских наработок, где очень большую роль играет Караскаль, который связывает эти эпизоды. И Караскаль вообще просто изумителен. По-моему, с самого начала, с самого момента его прихода я это уже отмечал. Но и сейчас старт тоже очень сильно выдал. Ну и, конечно, прессинг, позиционная оборона тоже все очень отлажено, все очень здорово. Если выделять один какой-то момент, то я бы отметил, наверное, то, как ЦСКА играет в позиционной атаке. Пока, на самом деле, ЦСКА не проверяли в этой стадии серьезным образом. Потому что оба соперника, и Сочи с Гараниным, и Урал, с Шалимовым, это достаточно открытые соперники. И ЦСКА, на самом деле, в том и в другом матче банально много моментов создавал чисто через переходные эпизоды. В позиционных атаках тоже были, но ЦСКА смог бы выиграть эти матчи, наверное, даже без позиционных атак. А именно из того, насколько открытый футбол показывали соперники, и насколько ЦСКА хорошо этим мог пользоваться. Так, это я сейчас пока просто не переставил схему. Конечно же, три центральных защитника у Федотова. И вот такая формация. Так вот, в позиционных атаках, ну, во-первых, я думаю, ни для кого не секрет, что центральные защитники, крайне центральные защитники активно продвигаются с мячом и могут доходить до фланговых зон, до очень высоких фланговых зон. И это абсолютно нормально во всех командах Федотова. Но еще, что мне понравилось, это открывание латералей. Они очень похожи, на самом деле, потому как они ротируются позиционно с фингерами, с игроками атакующей тройки. Они очень похожи на то, что делает Челси. То есть и Гайч, и Обляков могут оказываться практически на позиции нападающего. Тут даже Чалов может уходить в один из полуфлангов, а они могут оказываться на позиции нападающего. И они так постоянно открываются. И это уже хорошо отлажено именно в рамках игры атакующей пятерки. То есть важно, чтобы всегда была атакующая пятерка, и чтобы они друг друга дополняли. Ну и понятное дело, когда совсем нужно взламывать, есть еще альтернативные варианты, как нагрузить эти зоны еще большим количеством игроков. И из центра поля могут подниматься, как минимум, Кучаев. Он вообще часто поднимается. И на самом деле в РПЛ за такое практически не наказывают. На самом деле часто даже шестерка у ЦСКА возникает, а не пятерка. Потому что в другой лиге, я думаю, все-таки это был бы слишком открытый центр. И из центра защиты может подниматься игрок. В общем, ЦСКА тут очень хорошо, на мой взгляд, уже отлажены эти механизмы. Конечно, против явного автобуса хотелось бы проверить. Но это именно самый интригующий элемент. А что по-настоящему впечатляет, это то, как абсолютно все стадии стали у ЦСКА осмысленными и очень-очень качественными. А это именно вот необычности. И тут, конечно, в голову сразу же приходит Челси Томаса Тухеля. Это аналогия, которую я несколько раз проводил. Я очень рад, что ЦСКА, может быть, по количеству болельщиков, не самый популярный московский клуб. Очень интересен вам. Потому что, судя по количеству вопросов, есть еще много чего, что вы хотели бы уточнить. Первый вопрос такой. Смотрел матч ЦСКА в Сочи, и по ощущениям, армейцы могут бороться за второе место с такой игрой. Но им нужен нападающий. Мне просто смешно. С такой игрой могут бороться за второе место. С такой игрой, как у ЦСКА сейчас, они могут бороться за первое место. Если сравнить это с тем УГЭ, который Зенит показывал против Химок, то если... Ну, я понимаю, что Зенит так весь сезон не проведет, то ЦСКА вполне может бороться за первое место, а не за второе. Ну, понятное дело, может не занять, но точно же бороться за первое можно. Хотя перед сезоном я бы так не говорил. Но просто тут аргумент, наблюдая за игрой в этом матче, могут бороться за второе место. В этом матче они сыграли, в этих матчах они сыграли так, что могут бороться за первое место, а не за второе. Ну, ладно, едем дальше. Сам вопрос. Чалов и Заба – это слишком слабо. Что думаешь? Если да, то… Ну, следовательно, тут тезис. Им нужен нападающий. Чалов и Заба – это слишком слабо. Что думаешь, если да, то кого? На самом деле, я не согласен с самим тезисом, что Чалов и Заболотный – это слишком слабо. Чалов, ну, это, конечно, по-моему, его прямо блестяще характеризует. На мой взгляд, Чалов – это лучший нападающий первых двух туров РПЛ именно по качеству игры, но он не забил в этих двух турах. Вот такой лучший нападающий. Это часто можно сказать про Чалова, но в целом, учитывая, что команде не важно, что забивает, важно, чтобы игрок этой позиции соответствовал требованиям и приносил пользу, я не вижу вообще в этом никакой проблемы. Это что Чалов не просто соответствует, а в этих турах был изумителен. Заболотный – тут, по-моему, у них какие-то достаточно натянутые отношения с Федотовым. Я в их природу не углублялся, но выжимать из него максимум Федотов умеет, если Заболотный останется дальше. И как опция, как большой нападающий, не в основу, а как второй вариант, мне кажется, тоже очень хороший. Так что тут не согласен, но ваше опасение зачитал. Следующий вопрос. Новая схема ЦСКА с тремя центральными защитниками смотрится очень свежо. Свежо. Команда выиграла два матча подряд на старте, при этом не пропустив ни единого гола за оба матча. По-вашему, каковы шансы коллектива Федотова навязать борьбу Зениту в гонке за чемпионство? Ну вот это уже, как полагается, сформулированный вопрос. Я думаю, что за два матча неправильно переобуваться. Ну то есть я считал Зенит явным фаворитом. То есть у Зенита слишком большое преимущество в ресурсе. И в данном случае я не только про админресурсы. Ладно, шучу. Вообще не будем строить теорию про админресурсы. Я чисто про ресурсы футбольные. Для того, чтобы не стать чемпионом, у Зенита слишком большое преимущество над всеми остальными. И я думаю, на дистанции это скажется. Я не за то, чтобы переобуваться по итогам двух матчей. Но на этих двух матчах, конечно же, ЦСКА был явно лучшей командой. И то, как быстро команда осваивает футбол Федотова, очень-очень сильно обнадеживает. Так что мой ответ – осторожное да. Вот именно так. Именно осторожное да. Потому что все-таки то, что мы можем сказать о командах перед сезоном. И в целом то, что мы знаем о Зените на основании последних сезонов – это более важная информация. Но эти впечатления, они максимально мощные за первые туры.